Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Очередной день на рынке, очередные события. Давайте обсудим, что происходит. Погнали! Итак, биткоин у нас с вами идет вбок, как мы можем видеть из графика. Ничего толком не происходит, за исключением того, что вот у нас есть некие повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы локально. То есть вот такой вот восходящий канальчик у нас с вами образовался. Это воскресный день, соответственно, фондовый рынок закрыт. Ничего интересного, скажете вы, но есть более важные события, на мой взгляд, сейчас, чем биткоин. Это предстоящий переход эфириум на Proof of Stake. Поэтому давайте сразу глянем на эфирчик, что мы здесь видим. Мы видим, очевидно, что эфир показывает большую силу, чем биткоин прямо сейчас. Потому что, смотрите, биткоин у нас находится, грубо говоря, где-то вот здесь, в этом паттерне. А эфир уже практически подобрался к предыдущим лоям. Вот этим вот на уровне 1690-1700, которые могут стать краткосрочным сопротивлением в данный момент. Но еще более интересно ведет себя график эфира к биткоину, который, как мы можем с вами видеть, неплохо очень отскочил после вот этой желтой точки на дневном таймфрейме. И удержал параболическую структуру, которую мы рисовали с вами очень давно. Вот на недельном таймфрейме мы ее рисуем еще с 2016 года. И видим, что эфир следует пока что этой траектории. Что примечательно, ребятушки, что скоро у нас с вами намечается переход эфира на Proof of Stake с алгоритма Proof of Work. Если кто не знает, то уже ведутся финальные тестирования со стороны разработчиков. И это произойдет неумолимо очень-очень скоро. О чем это нам говорит? Что, во-первых, многие сейчас скупают эфир, потому что для того, чтобы открыть свою ноду, нужно 32 эфира, насколько вы знаете. Соответственно, в краткосроке его цена может очень неплохо вырасти. Но что самое интересное, ребята, это то, что биржа Poloniex поддержит потенциальный хардфорк эфира. Для тех, кто не в курсе, биржа Poloniex – это древнейшая биржа, некогда крупнейшая по объемам торгов еще до того, как появился Binance. Собственно, Poloniex – это была первая биржа, которая, в принципе, залистила эфир. И тогда это была крупнейшая биржа по объемам торгов альткоинами. Сейчас, конечно, много воды утекло, появился Binance, Bybit и так далее. И Poloniex сменила уже не одних владельцев. В данный момент она относится к тусовке Джастина Сана. И объемы торгов на ней, конечно же, тоже очень упали. По сравнению с другими биржами, она сейчас довольно маленькая. Но, тем не менее, она себе зарекомендовала, как очень хорошая биржа. И, собственно, о чем говорится в их официальном блоге. Что Полынь, как мы ее называем, поддержит потенциальный хардфорк эфириума на алгоритме Proof of Work после слияния основной сети с Backend Chain, которая запланирована на сентябрь этого года. В чем, собственно, фишка? Что есть мнение, что после того, как эфир перейдет на POS, появится хардфорк, если майнеры, которые майнят старый эфир, продолжат майнить цепочку. Соответственно, у нас с вами появятся два эфира. Эфир Stake и Эфир Work. Вот они такими тикерами помечены. И ТХС, и ИТХW. Соответственно, Полоникс, первая биржа, которая заявила, что она официально поддержит форк. То есть, если вы держите, скажем, один эфир на бирже, то вы также получите один эфир W. Вот. Это, конечно, очень крутые новости, поскольку, не знаю, как вы, но я лично очень соскучился по временам хардфорков. Если вы помните, 16-й год, когда цепь разделилась на эфир классик и новый эфир. Потом биткоин кэш, когда был. Вот. Это неплохой повод получить немного бесплатных монет. И, как сказал Джастин Сан, на бирже есть более миллиона эфиров. Если форк пройдет успешно, то они передадут часть токенов на базе Proof of Work сообществу ИТХW для разработки и создания экосистемы. Очень много сейчас спекуляций и слухов на этот счет. Но чего ждать от цены, скажете вы. Давайте посмотрим нашего друга Chico Crypto. Коротенький фрагмент про предыдущие форки и как они влияли на цену актива. Погнали. Номер один. Эфириум классик. Хард форк произошел в середине июля 2016 года. И как вы можете видеть из графика цены, эфир запампили прямо к моменту форка до 14 долларов. Так что вы могли замутить сотню эфиров по максимальной цене в 13 долларов за день до форка. И это стоило вам бы всего 1300 баксов. Это означает, что вы бы получили также 100 монет эфир классик. И как мы видим из этого графика, что если бы вы додержали эфир классик до своего пика в 136 долларов в предыдущем 2021 году, то та сотня эфиров, которая стоила вам всего 1300 долларов, превратилась бы в хорошую надбавку в 13600 долларов в эфире классике. Плюс у вас бы остался также весь тот эфириум. Но что про другой хард форк, биткоин кэш, тоже, кстати, на полыне происходил. Он произошел 1 августа 2017 года. И как мы можем видеть из графика, здесь абсолютно противоположная хрень произошла. Биткоин упал в день форка до уровня примерно 650 долларов. Итак, 10 биткоинов тогда вам стоили по 650 долларов за штуку всего в 6500 баксов. И на них вы бы также получили бесплатно 10 биткоин кэшей. Если вы додержали свои биткоин кэши до пика в 3800 долларов, буквально через несколько месяцев вы могли получить сверху 38 штук баксов, чуваки, бонусом, не считая того, что у вас бы еще 10 битков было. Я не говорю, что это точно то, что сейчас произойдет, но история предыдущих форков, которые встретили очень хорошую поддержку комьюнити, дали бы вам вполне себе неплохие иксы и надбавки к вашим монетам. И несмотря на то, что этот новый эфир WFORG совершенно другой, чем предыдущие, не стоит забывать, что у эфира также огромная DeFi экосистема и также NFT экосистема. И что произойдет со всеми теми NFT-шками, которые написаны на эфире Proof of Work? И стейблкоины тоже удвоятся? Что будет с пулами ликвидностями типа AVE? Итак, Proof of Work Ethereum означает никакого стейкинга. Получается, что стейкинг-проекты типа STIF и REF, RocketPool, не могут работать на Proof of Work, что означает, что их ценность будет равна нулю. Стейблкоины. Они тоже навряд ли будут удвоены, поскольку они все обеспечены реальными долларами, как нам говорят, и вряд ли они удвоят свои казначейские запасы за одну секунду в два раза. Так что USDT, USDC и прочие на EFW тоже будут стоить ноль. Но что насчет NFT? Ну, чуваки, вот это интересно, потому что NFT-шки были сминтины на эфире, когда он был Proof of Work. Таким образом, являются ли они оригинальными? Да, и как сказал Максимус в Квиттере, объяснил он это очень хорошо. Хм, я думаю, что черный рынок NFT будет разрабатываться на эфире 1 или эфир W. Я думаю, что люди, которые любят бесплатные деньги, всяких халявных банков, обезьянок и прочее, они их получат на эфире 2, но для кого-то это будет отличный шанс, чтобы завладеть легитимной копией оригинала. Так что NFT-шки могут найти какую-то ценность, ребята, на втором блокчейне. Врубаетесь? Это будет очень интересно. NFT-хи могут в хардфоркнуться, и походу это произойдет в следующем месяце. Всем респект, Чико Крипто молодец. Подписывайтесь, кстати, на Чико, офигенный чувак. Ну вот, как вы поняли, очень интересная ждет наша ситуация, поэтому в данный момент эфир выглядит очень перспективно. Причем не только обычный эфир, но так и эфир классик, друзья, потому что многие не согласны с политикой Ethereum Foundation продолжат манить эфир классик, собственно, что они делают уже на протяжении 6 лет, 16-го года. Поэтому эфир классик, на мой взгляд, тоже очень-очень сейчас перспективен и может неплохо себя показать по отношению к обычному эфиру, которых тоже может стать 2. Вот, эфир классик к эфиру, я напоминаю, что очень-очень перепродан все еще. Рисует заходное W, и прямо сейчас мы имеем дело с работой с нисходящим экспоненциальным сопротивлением. Мы его уже пробили вот здесь вот, и сейчас ретестим как поддержку потенциально. Если это так, то по эфиру классику нас ждет еще более низкий To The Moon. Но также про Polonics хочу вам сказать, ребята, что на этой бирже очень крутые условия, если вы держите Tron. На этой бирже Tron является, как бы, грубо говоря, биржевым токеном, типа как BNB на Binance или там Bit на Bybit. И фишка в том, что если вы просто его держите, то вы автоматически его стейкаете под очень-очень неплохой процент, а именно под 9% годовых. Ну вот тут написано 7-9% годовых капает вам за Tron. Я в данный момент его там практически не держу и не стейкаю. Ну вот у меня 3000 монет здесь осталось. Но если честно, я подумываю о том, чтобы перекинуть свой Tron с Ledger сюда и застейкать его тоже, потому что раньше я это делал. Капают награды еженедельно. Очень-очень приятный бонус. Вот. Ну ссылка на Polonics, естественно, будет в описании. Если вы вдруг что-нибудь зареганы на этой бирже, то обязательно это сделайте. На самом деле она очень удобная. Я на ней торговал еще с 2016 года. Они там сейчас перепилили движок, убрали марджин трейдинг на время. Но вот я жду, когда как раз откроют марджин трейдинг, потому что сейчас есть только обычный спот и фьючерсы. Ну и давайте взглянем на Tron, раз уж мы о нем заговорили. У Tron тоже очень неплохой график. Как мы с вами видим, он держится в аптренде, начиная с коронадампа. И посмотрите, он даже, в принципе, он даже не уходил сильно ниже вот этих лоев. То есть по Tron у нас с вами вообще бычий рынок, если что идет. В отличие от многих монет того же битка. Да, у нас была коррекция на 70%, на 75%. И многие спекулируют сейчас, что мы в медвежьем рынке и по битку, и по эфиру, что у нас была коррекция на 70%. Но знаете что, ребята? По эфиру у нас тоже с вами были коррекции на 75% внутри бычьего рынка. Дайте я вам покажу, и потом мы вернемся к Tron. Посмотрите по эфиру. Вот здесь вот в 2016 году, как раз когда был форк ETC, эфир упал на 74%, ребята. И после этого вырос с 6 долларов до 400. А после этого до 1500. Поэтому не надо мне тут рассказывать, что не бывает в бычьих рынках коррекции в 75%. Обратите внимание, вот это все еще был глобальный бычий рынок. Так что сейчас по эфиру решается, конечно, вопрос. По Tron, как я уже сказал, это всего лишь может быть коррекция внутри большего бычьего импульса. Конечно же, ключевое слово может быть, но вот такое движение легко может быть по Tron, надо это понимать. Tron к биткоину тоже у нас выглядит круто, потому что, посмотрите, он пробил такие нисходящие сопротивления, которые мы смотрели с вами еще весь прошлый год. И сейчас сетка EMA Ribbon развернулась уже на недельном таймфрейме в бычью сторону, и мы прямо сейчас бэктестим ее как поддержку потенциальную. Соответственно, если Tron к биткоину удержит вот эти вот уровни, то следующее движение Tron будет очень внушительным, и это вполне себе реальная картина. Так что, интересно развиваются события. Если вам не безразлично крипта и нравится такой контент, не забудьте поставить лайк и проверить подписочку на наш канал и нажать ли колокольчик. Ну и также проверьте подписку на наш телеграм-канал, потому что мы там начали публиковать торговые сигналы абсолютно бесплатно. Вот был сигнал по биткоин кэшу, который, кстати говоря, движется точно по траектории. Как вы можете видеть, все еще мы идем к нашим целям, ближайшим в районе 180-220 долларов. Да, это сигналы именно краткосрочные для трейдеров, не для ходлеров, не для инвесторов. То же самое по дэшу. Понятно, что у нас глобальные цели по нему 1000-2-5 тысяч долларов и так далее, но локальные сейчас цели это 80-90-100. А если быть точнее, посмотрите, это 78-87 и 97. Примерно вот эти цели. Почему? Потому что у нас с вами есть здесь предыдущие очень сильные уровни. Как вы можете видеть, уровень поддержки 79-80. И вот этот восходящий коридор цены, который был пробит вниз. И, собственно, мы и видим сегодня, что все монеты в небольшом минусе, а дэш плюс 2%. И свеча у нас с вами идет зеленая прямо сейчас. То есть мы все еще движемся по этой траектории наверх. И дэш к битку тоже мы можем видеть при приближении, что у нас с вами очень сильный уровень. Уровень, собственно, желтой точки, которая была год назад. Сильно ниже мы не провалились. К разговору о мощи этих желтых точек, ребята, мы держим этот уровень уже год. И это все похоже просто на такое огромное накопление, из которого только одна дорога, ребят. Вы видите, что сетка и мой риббон уже все, как бы ей уже некуда сжиматься. Только разжатие и только наверх. Поэтому для тех, кто застрял в дэше как инвестор, кто купил его по 200, там по 150 или даже по 300, можно спокойно поспекулировать сейчас с небольшим комфортным объемом, с риск менеджментом на фьючах или в маржиналке. Вытянуть вот этот лонг с 52 до 100, собственно. Потому что я напоминаю, что дэш недавно стоил 500, ну 480. И у нас тут гигантский дивер вот отсюда, вот досюда, видите, зеленая точка. Короче говоря, дэш, походу, сейчас начнет очень сильно выстреливать. Там огромная активность идет в твиттере, по соцсетям. И разработчики обещают майонет уже очень скоро, дэш-платформ. Так что план не поменялся, ребята. Вот это все не была вершина. Это был локальный такой разворотный импульс, на мой взгляд, конечно же, перед глобальным уже хорошим импульсом. То есть это все гигантское W. В принципе, то же самое было и на Кордане, и на Эфире, там год-полтора-два назад, если вы посмотрите. Поэтому да. А вот новые альткоины, друзья мои, которые вы сейчас жадно откупаете, всякие там Соланы, Маланы, Лунуш, Мун... А, Луна уже соскамилась. Ну вы поняли, короче. Аваленчи и прочее, прочее, прочее. Вы сейчас их откупаете потенциально, может быть, где-то вот здесь, просто чтобы вы понимали. Где-то вот здесь или даже вот здесь. Потому что, смотрите, по ним сетка EMA Ribbon только что развернулась. Они только недавно стреляли вот так и давали сотни иксов. И их, возможно, ждет затяжной вот такой вот медвежий рынок еще года на два, на три, а то и на четыре. Просто будьте осторожны с теми монетами, которые вы думаете, боитесь, скажем так, не успеть поймать на них иксы. Все вы успеете, слушайте. Накопления эти длятся годы иногда. И нужно ждать гигантских диверов, желтых точек и так далее. Вот такие сегодня мысли по рынку. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, подписывайтесь к нам в телегу. И всем профитролей, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok